Золотой голос Средней Азии, казахский соловей, так часто называют Розу Рымбаеву. Женщина прославила не только родину, но и весь СССР. Именные звезды певицы есть в Москве, на площади звезд эстрады, в Витебске возле летнего амфитеатра. Биография Розы Рымбаевой интересует людей, поскольку певица пробила путь к славе исключительно благодаря таланту и целеустремленности. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Далее мы расскажем о жизни певицы и размере пенсии у Розы Рымбаевой. Роза Куанышевна Рымбаева родилась в 1957 году 28 октября на 9 разъезде железнодорожного узла Джангиз-Тобе в Семипалатинской области. Родители не имели никакого отношения к искусству. Отец работал железнодорожником, мать была домохозяйкой. У Розы семь братьев и сестер. Многодетные родители не могли уследить за всеми, и Роза училась в школе-интернате. Училась девочка хорошо и после школы решила получить высшее образование. Девушка поступила в Театрально-художественный институт в Алма-Ате. Сейчас это Казахская академия искусств на факультет Муздрам-комедии. В 1975 году 18-летняя девушка участвовала в песенном конкурсе, посвященном 30-й годовщине победы над фашизмом, и обратила на себя внимание главного дирижера республиканского ансамбля «Гульдер» Таскына Акапова. В то время наша героиня и подумать не могла, что мужчина войдет в ее творческую и личную жизнь. Таскын Акапов пригласил Розу стать солисткой в свой ансамбль, и девушка согласилась. Через два года в 1977-м Роза с песней «Алия» покорила слушателей и жюри фестиваля «Золотой орфей» в Болгарии, получив на именитом конкурсе «Гран-при». В течение трех лет с 1977-го по 1979-й Рымбаева выходила в финал на конкурсах «Песня года», а в 1978-м вошла в тройку лучших советских певиц после Аллы Пугачевой и Софии Ротару. В 1979-м году Акапов организовывает новый музыкальный коллектив «Арай», и Роза становится главной солисткой. Гран-при на «Золотом орфее» не единственная победа Розы Рымбаевой. В том же 1977-м году артистка удостоилась главной награды на всесоюзном телеконкурсе «С песней по жизни» и специальной премии на фестивале в Сопоте, Польша. В 1983-м году певица получила главный приз на Кубинском фестивале, а в 1986-м на фестивале «Золотой микрофон» в Турции. Роза Рымбаева училась на первом курсе Алма-Атинского театрально-художественного института, когда получила звание заслуженной артистки Казахской ССР. Девушка перешла на работу в Республиканское объединение «Казах-концерт». Это позволило певице разъезжать с гастролями и выпускать сольные пластинки, такие как «Кругозор номер 3» 1984 год, «Ласковый дождь» 1986, «С тобою музыка» 1987 год и «Голос Азии» 1991. В 1981-м певица удостоилась премии «Ленинского комсомола», в 1986-м получила звание народной артистки Казахской ССР, а в 1991-м орден «Дружба народов». В независимом Казахстане талант Розы Рымбаевой также отмечался многочисленными наградами – «Парасат», «Тарлан», «Курмет», «Достык». Прославилась Рымбаева и за пределами Казахстана. Женщину называют «Соловьем Средней Азии». С 1994 года певица – заслуженный деятель искусств Кыргызстана и Узбекистана. Роза Рымбаева успевает совмещать выступления и запись альбомов с преподавательской деятельностью. Певица всегда отличалась артистизмом, поэтому женщине нетрудно было показать себя как актрису. В 1980-м певица исполнила главную роль в художественном фильме «До свидания, Медео», а в 2019-м сыграла саму себя в эпизоде комедии «Келинка. Тоже человек 2». Муж Таской Накапов был на 9 лет старше Розы Рымбаевой. На момент знакомства с будущей супругой мужчина состоялся как музыкант, руководил ансамблем «Гульдер» и преподавал в консерватории. Только увидав молодую девушку, влюбился в нее и в голос артистки. Таскин помог нашей героине стать умудренной певицей, давал дельные советы. Но творческий союз стал чем-то большим. Через 4 года после знакомства пара поженилась. Вначале супруги не думали о потомстве. Первенца сына Али Роза родила в 33 года. И это было как раз в день обретения Казахстаном независимости в 1991 году. Амади женщина родила в 43 года, а под Новый год – в 2000-м. Отец так и не увидел младшего сына. Из-за проблем с сердцем мужчина скончался во сне. Лишь то, что Роза носила под сердцем ребенка, помогло вдове не умереть от горя. Через 2 года после смерти Таскина Рымбаева удочерила двух племянниц мужа – Алию и Маншук, которые рано осиротели. Теперь певица живет благодаря творчеству и детям, которых никогда не делила на своих и чужих. Роза Рымбаева и ее сыновья, ставшие достойными музыкантами, много лет трепетно хранят память о муже и отце. Восхитительная по красоте, мудрости, таланту певица продолжает работать, радовать поклонников талантам, который помог когда-то раскрыть своей любовью Таскин Акапов. Кем же стали сыновья певицы? Дети унаследовали творческие гены родителей. Первенец Али Акапов, теперь композитор, эстрадный певец и танцор. Мужчина освоил продюсерскую профессию и помогает матери ставить клипы. В 2020-м Али женился на солистке группы «Асыл» Акьерке Буркитбай. Мади также обладает прекрасным музыкальным слухом и глубоким голосом. Но юноша еще не определился с будущей профессией. Чем сейчас занимается певица? В 2020-м и последующем году все концерты Рымбаевой прошли в режиме онлайн. Но артистка готовится к гастролям вживую. В жизни Розы Рымбаевой было немало трудностей и настоящих трагедий. Но певица, начавшая путь к славе в 18 лет, никогда не отступала от намеченной цели. Женщина заслуженно носит титул «Золотой голос Средней Азии». Недавно народная артистка Казахстана Роза Рымбаева озвучила размер своей пенсии. Певица призналась, что она не такая большая, как думают многие. «Я скажу лишь, что моя пенсия, в переводе на понятные вам деньги, 200 долларов. Есть еще доплаты», – сказала Роза Рымбаева в интервью. Народная артистка призналась, что, несмотря на внешнее благополучие, материальный достаток ее российских коллег ей может только сниться. «Доходы казахстанских артистов эстрады вряд ли сопоставимы с тем, что имеют представители первого эшелона российского и европейского шоу-бизнеса. В противном случае я бы больше времени отводила творчество, воспитанию детей и учеников, нежели зарабатыванию денег. Но что делать, приходится много работать. Деньги нужны не только на быт, но прежде всего на костюмы музыкантов, аренду помещений для репетиций», – отметила Рымбаева. Она поделилась, что не владеет лимузинами, яхтами и особняками. Единственное, что несколько лет назад она купила маленький джип, сдала на права, поскольку раньше не умела водить машину, пользовалась услугами такси или знакомых водителей, – рассказала Роза Рымбаева. Также она рассказала, что против домработниц. «Не люблю, чтобы кто-то чужой хозяйничал в моем доме, и готовлю, и убираю, и если надо, подремонтирую. Мои руки умеют держать не только микрофон, так что идеальный маникюр бывает только в дни выступлений», – рассказала артистка. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и поставьте лайк. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!